Премьера «Царской невесты» на приморской сцене Мариинки не оставила равнодушным ни одного зрителя. Некоторые даже плакали после спектакля. Как актерам удалось настолько ярко передать эмоции, заложенные в историю про жену Ивана Грозного, выяснила Ольга Сомкина. «Царская невеста» — одна из самых популярных опер русского композитора. Пережила сотни постановок только в Мариинском театре за 130 лет. К ней обращались пять раз. Какие звезды блистали в образе Любаши и красавицы Марфы, в каких нарядах и декорациях выходили солисты, рассказывает эта выставка. Ее открыли перед нашей премьерой. Небольшой экскурс в историю самой оперы дает режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев. История о женизме, о трагедии третьей жены царя Ивана Грозного. Здесь он хотел изобразить подлинные, настоящие, яркие человеческие отношения. Древность, любовь да безумие. Такая преамбула к спектаклю не случайна, ведь это первая самостоятельная премьера нашего театра. Волнуются не только артисты, даже публика настроена на то, что ее ждет встреча с чем-то особенным. Среди гостей — первый вице-премьер правительства Ольга Голодец. Это потрясающе, потому что это первая самостоятельная подготовка, постановка приморской сцены Мариинского театра. И она очень ожидаемая. Я думаю, что это будет интересно абсолютно любому зрителю этого региона. Очень много было потрачено сил, очень много привлечено оперных, хороших актеров. В главных партиях — ведущие солисты театра. Молодые, яркие, с блестящими голосами. Анастасия Кикоть, Алексей Бублик, Лаура Бустаманта и другие. Хоров, в составе которого только наши выпускники Института искусств. За диржорским пультом — Павел Смелков. Этот спектакль на приморской сцене постановщики хотели, с одной стороны, приблизить к тому, как видел оперу сам Римский Корсаков. С другой — сделать историю современной, понятной зрителю. И публика говорила о том, что в этот вечер было полное погружение в мир страстей. После премьеры многие выходили со слезами на глазах. Ольга Сумкина, Игорь Лещук, Панорама.